Я хотел лично привести тебе сына. Я это вижу. Я бы хотел рассказать тебе о моем прошлом. Но, боюсь, ты не поймешь. Поверь, Луисия, я очень рад, что ты жива и здорова. Милая, я подумала и решила дать Армандо еще один шанс. Да, я знаю. Что бы я ни говорила, ты никогда не сможешь бросить его. Сегодня я попросила его уйти. Я тебе ничего не сказала. Конечно, ты ведь знала, что передумаешь, как всегда. Он снова тебя ударил, верно? Невероятно. Сначала он тебя бьет, потом занимается с тобой любовью, и ты его прощаешь. Мама, ты понимаешь, что ты больна, и тебе нужна помощь? Ты это понимаешь? Фернандо, прошу тебя, я должна уважать своего мужа. Ты не представляешь, как бы мне хотелось продолжить. Ты меня заводишь. Но я должна себя контролировать. Ты готова на все? Ты сильно изменилась. Я изменилась сильнее, чем ты можешь предполагать. Эта идиотка попалась на крючок. Она поверила, что Адриан раскаялся. Я очень рад, дядя. Спасибо. Мой внук – настоящее сокровище. Похоже, он унаследовал дар лицемерия у своего отца. Очень скоро Адриан станет великим мастером обмана. Я очень доволен своим внуком. На самом деле, дядя, учитывая его способности к обману, я иногда спрашиваю себя, действительно ли Адриан любит вас, или только притворяется? Разумеется, любит. Он унизил меня самым ужасным образом. Ты не представляешь, как. Мне очень жаль, Моника. Вдобавок, он заявил, что хочет развода. Где он сейчас? Я не знаю. Он ушел и ничего не сказал. Если честно, я не вижу выхода из этого положения. Нет. Выход есть, Фанни. Если бы у нас был ребенок, все бы изменилось. Нет, Моника, нет. Да. Мне нужно то, что будет держать нас вместе до конца жизни. Но как этого добиться? Как мне забеременеть, если он отказывается спать со мной? Когда я встретил Марту, я не хотел заходить слишком далеко. Но она настаивала. И я сдался. Ты стал ее жертвой? Нет. Когда я познакомился с ней, я думал, что это лишь увлечение. Поэтому и назвал ей вымышленное имя. Потом она забеременела. Я раздобыл фальшивые документы и женился на ней. Я просто не хотел, чтобы она стала матерью-одиночкой. Какой трогательный рассказ, Фернандо. Клянусь, если бы я плохо тебя знала, я бы поверила. Значит, ты мне не веришь. По правде говоря, нет, дорогой. Большое спасибо за то, что привез мне сына. Надеюсь, ты к нему больше не приблизишься. Ты уверена? Да, дорогой. Абсолютно уверена. Еще раз спасибо, что привез сына. Я смотрю, ты продолжаешь работать на Нестора Саботера. Вы определенно созданы друг для друга. Думаю, ты нашел смысл своего существования. Всю жизнь прислуживать этому старику. Гонсало, пожалуйста, проводи синьора. Он уже уходит. Фернандо, сделай одолжение. Поцелуй от меня моего папочку. И надеюсь, ты будешь очень осторожен. Лусия пришла за тобой, Фернандо. Ты несправедлива ко мне, Лорена. У тебя есть крыша над головой, семейный очаг. Да, и огонь, как в аду. Мне не повезло. И Армандо тоже. Обстоятельства сложились не так, как мы хотели. Так положи этому конец. Я люблю своего мужа. Мама, в мире много мужчин. И если тебе нужно, чтобы рядом кто-то был, поверь, есть получше этого пьяницы. Выбирай выражение, Лорена. Я требую к себе уважения. Да ты и сама себя не уважаешь. Прекрасно. Если тебе не нравится жить здесь, не нравится то, что я делаю, вот дверь. Тебя никто не удерживает. А зачем, по-твоему, я устроилась на работу, чтобы уйти из этого дома? Да, я уйду. И как можно скорее. Честно говоря, сейчас меня меньше всего волнует брак Моники с этим недоумком футболистом. Однако, кажется, дядя, что появление Лусии обескуражило Диего. Да, он помешался. Что, если он решит расстаться с Моникой? Что ж, пусть расстаются. Что я могу поделать? В итоге Лусия добилась своего. Она больше достойна фамилии Саботер, чем Моника. В последнее время я думаю вот о чем. Я намерен вновь завоевать сердце Мерседес. Она опадет передо мной на колени. Не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. Кто ты здесь? Простая служанка. И твоя подруга. Не говори ерунды. Послушай, Моника. Если бы не я, ты бы сейчас разговаривала со стеной. Оставь меня. Моника, ты должна понять, я делаю все это потому, что ты мне как дочь. Какое самомнение? Тебя послушать? Так я живу в стране фантазии. Позволь мне дать тебе совет. Хватит витать в облаках. И если ты будешь продолжать мне надоедать, я вышвырну тебя на улицу. Я просто не могу поверить. Теперь выходит, что Фернандо всегда любил меня. Он думает, что я дура. Почему ты позволила поцеловать себя? Почему нет? Если это его правила игры, я их принимаю. Послушай, дочка. Не нужно опускаться до его уровня. Одно дело показать жесткость, равнодушие. И другое превратиться в его подобие. Луси, я понимаю. Ты жаждешь мести. Ты хочешь наказать их за все, что они тебе сделали. Но ты не должна становиться плохим человеком. Ты не такая дочка. Мама, я уже не та милая Луси, что прежде. Ты не хочешь это принять. Но время покажет, что я права. Ты не должна чувствовать вину из-за своей матери. Я понимаю, ситуация неприятная, Бетти. Но Элеоноре не нужно строить из себя жертву. Я знаю, но все же мне тяжело было видеть, как она плачет из-за того, что я ей сказала. Как хорошо, что я не пошла. Я всегда готов был поддержать ее карьеру. Папа, мы можем рассказать Бетти о нашем недавнем разговоре? Я считаю Лорену эгоисткой. Почему она не может поставить себя на мое место? Извини, Нелли. Но на этот раз ты не права. Армандо ударил тебя. Естественно, Лорена отметила это. Я люблю его, Марта. Неужели это так трудно понять? Нет. Но порой любовь бывает жестокой. Взгляни на меня. Я позволила Антонио издеваться над собой, унижать себя. И все из-за любви. Пока не настал момент, когда я сказала, хватит. Когда ты влюблена, очень трудно принять решение о том, чтобы расстаться. Вчера я хотела, чтобы Армандо ушел из дома. Марта, а ночью, не представляешь, каким он был. Нежным, ласковым, страстным. Он настоящий мужчина, Марта. В постели он неподражаем. Почему ты всегда делаешь такое лицо, когда речь заходит о сексе? Иди ко мне, Лорена. Нет. Не упрямься. Я знаю, тебе нравится это так же, как и мне. Девочка моя. Армандо, пусти меня. Отстань. Молчи. Следи себя тихо, иначе я разозлюсь. А ты знаешь, на что я способен? У нас недавно начались лекции на тему управления предприятием. Это первый семестр. Конечно, мне еще далеко до получения диплома. Вовсе нет. Время летит быстрее, чем ты думаешь. Алберто, мой сын работал в компании Саботера. Полагаю, ты не собираешься туда возвращаться, верно? Нет, конечно, нет. Вообще-то, работа эта громко сказана. Я просто присутствовал там и что-то делал. Но все это было неофициально. Это было только предлогом, чтобы дедушка платил мне что-то вроде зарплаты, которой я теперь лишился. Надеюсь, теперь она у меня появится вновь? Разумеется. У нас есть возможность заработка для молодых людей. Мы что-нибудь подыщем для тебя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что значит нет завтрака, мама? Прислуга сегодня не пришла. Не перегибай палку. Это ты в последнее время перегибаешь палку. Я сказала, что не буду больше твоей служанкой. Если хочешь есть, найди того, кто будет готовить. Или готовь сам. Я все сказала. Если тебе здесь не нравится, убирайся. Хорошо. У меня есть чистый и уютный дом. Я могу вернуться туда в любой момент. У меня еще остались кое-какие деньги. А если я пойду работать, то все буду тратить на себя. Но предупреждаю, Фернандо. Прежде чем я уйду, я поговорю с Адрианом. Это будет долгая беседа. Смею тебя уверить. Адриан, брат Нати. Вот так путаница. Теперь, когда наша компания будет сотрудничать с компанией Себотера, я уверен, Марти придется снова встретиться со своим мужем. Будет битва. Не то слово. Я потрясена. Ты говоришь, Донни Лусея была женой твоего мужа? Именно так. В общем, я надеюсь, что когда она придет, у нее будет время поговорить со мной сегодня, потому что я умираю от любопытства. Ее история похожа на сказку. Представь, жила бедная, несчастная, обманутая женщина, но вдруг появляется миллионер и превращает ее в королеву. Это мечта каждой женщины. И она ее воплотила. Ну что ж, надеюсь, еще не поздно подать в суд на Антонио. Конечно, подруга. У тебя еще есть время. Нужно убедить Донни Лусею пойти с тобой, чтобы ты не была одна. Я знаю, есть один человек, которому понравится эта идея. Еще раз ко мне прикоснешься. Клянусь, я тебя убью. Не строй себя героиню. Зачем усложнять себе жизнь? К чему приведет такое поведение? Мы давно... любим друг друга. Наступит время, когда мама узнает о том, что ты делаешь. Опять ты за старое. То, чем мы занимаемся, должно остаться между тобой и мной. Если Нелли станет что-то известно, ты пострадаешь в первую очередь. Я уйду из этого дома как можно скорее. Я уже нашла работу. И как только мне начнут платить, я смогу переехать отсюда. Чудесно. Любовное гнездышко для нас двоих. Для тебя и меня. Мы сможем ворковать, когда захотим. А Нелли будет дома. Прекрасная идея. Это любовь. Это любовь, милая Лорена. При пожаре на рынке твоя мама сильно пострадала. У нее были синяки и ожоги. Ее отвезли в больницу. Там вы и познакомились. Верно. Я посещал больницу из-за своей болезни. Да. Когда я выбралась со склада, то едва стояла на ногах. Кто-то отвез меня в больницу, но я не могла платить лечение. Алберто пожалел меня. С того дня я стал навещать ее. Мы начали разговаривать. Оказалось, у нас много общего. Например, то, что твой дедушка, Нестор Саботер, лишил Алберто и его сестру всех их денег. И присвоил себе их компанию. Советую тебе отдалиться от Саботера. Он преступник. Поверь, единственное, что ждет его в будущем, это тюрьма. Что ты здесь делаешь? Вчера я ждала тебя весь вечер, но ты так и не явился. Моника, я все сказал. Диего, ты хотя бы мог предупредить, что не придешь? Я всю ночь звонила тебе на мобильный, но он был выключен. Я хочу развестись. Я прошу развода. Ты не можешь так поступать со мной, Диего. Так будет лучше, Моника. Вот увидишь, время меня оправдает. Как ты не понимаешь, я люблю тебя всем сердцем. Я не смогу жить без тебя. Почему ты это делаешь? Потому что объявилась эта кухарка, да? Нет, это ты ничего не понимаешь. Мой уход никак не связан с Лусьей. Вот как? И что ты будешь делать? Умолять ее простить тебя? Просить ее вернуться к тебе? Твой план просто смешон. Это моя проблема, Моника. Ты прав, это твоя проблема. Но к ней прибавится еще одна проблема. Какая? Я не дам тебе развода. Мама, хорошо, ты права. Я найму прислугу. Но я также хочу получить назад деньги, которые я пересылала для твоих мнимых похитителей. Ладно, я выпишу тебе чек. Так, видишь, как все просто решается, когда есть желание. Я тебе плачу, а ты готовишь мне завтрак. Лучше сходим в кафе. Я тоже не завтракала и очень голодная. Но сменим тему. Скажи, что вчера произошло с Лусией? Тебя это волнует? Ответь. Я узнал нечто очень важное. Лусия хочет затеять со мной игру. Но она кое-что забыла. Только я один удовлетворял ее в постели. Да что с тобой? Ты ничего не съела. И не сказала ни слова. Луиса, я чувствую себя самой несчастной на свете. Почему это? Ну, понятно. Неприятности дома, по вине отчима. Луиса, послушай, я тебе кое-что расскажу. Но пообещай, ты никому не скажешь об этом. Ни Бетти, ни Андреа. Никому. Армандо, с 12 лет заставляет меня заниматься с ним сексом. Бедная Марта. Наверное, было ужасно жить с таким человеком. Представь, каково было Наталии, бедняжка. Поэтому Нате немного... Да, все деяния этого человека отразились на ней. Да уж. Это он заморочил голову Адриану, поэтому он так изменился. Ты думаешь? Да. Уверена. С тех пор, как появился его отец, Адриан полностью изменился. Серьезно, я не понимаю, Адриан. Ты не врешь? Ты действительно живешь теперь у своей мамы? Да. Я переехал к ней вчера вечером. Но знаешь, не все так плохо. А говорил, что никогда не простишь ее. Хилл, слушай. На самом деле, это мой дедушка попросил меня, чтобы я с ней сблизился. И попытался узнать кое-какую информацию. Но я ее по-прежнему не выношу. Не изводи меня упреками, Чава. Прошу тебя. Папа прав, мама. Так не может больше продолжаться. Что плохого в том, что я немного отдохну? В последнее время я неважно себя чувствую. Мне кажется, у тебя депрессия. Так продолжается уже много лет. Ничто меня не радует. Почему бы не сходить к врачу? Он выпишет тебе лекарства. Ты серьезно, Чава? Если у меня нет желания заниматься домом, если мне хочется полежать на диване, это еще не значит, что я больна. У вас с отцом разыгралось воображение. подай мне вина, пожалуйста. Так я познакомилась с Альберто. Он замечательный человек. Как отец, которого у меня никогда не было. Он мой лучший друг. То есть, хочешь сказать, что у вас фиктивный брак? Да. Но прошу тебя, это между нами. Никто об этом не должен знать. Мой рот на замке до самой смерти. Альберто серьезно болен. Я хочу, чтобы ты это знала. Я унаследую его состояние. И завершу начатое им дело. Я не успокоюсь, пока Саботер и Фернандо не заплатят за то, что сделали. Я думаю, лучше всего заявить на Фернандо в полицию. Марта, ты знаешь, что Фернандо работает на Нестора Саботера? На сеньора Саботера? Моника, веди себя как взрослая женщина. Истерика ни к чему не приведет. Ты неблагодарный. Опять ты заводишь этот разговор. Думаешь, без тебя я бы не добился успеха? Я не думаю. Я уверена. Последние три года я тебе постоянно помогала. Иначе бы ты не преуспел. Никогда. Ты слишком высокомерна, Моника. Я был молнией Валдесом, и я мог снова стать им без тебя. Так что хватит нести чушь и приписывать себе чужие заслуги. Тебе ясно? Сделать линию одежды было твоей идеей. Но меня этот бизнес не интересует. Если хочешь, оставь его себе. Ты пожалеешь о своих словах? Моника, мне пора. Мне больше нечего тебе сказать. Ради Бога. Фернандо, не будь наивен. Очевидно, что Лусия водит тебя за нос. Разве трудно понять, что я единственный, кто удовлетворял ее в постели? Нет, не трудно. Это невозможно. Лусия ненавидит тебя всеми фибрами своей души. И если бы я не была твоей матерью, я бы поддержала Лусию. Мы должны признать, что она права. То, что ты сделал, заслуживает ненависти. Ей следовало бы без разговоров пустить тебе пулю в лоб. Разве ты теперь на ее стороне? Я не на чьей стороне. Я говорю правду. Если бы Лусия не упрямилась и с уважением отнеслась к сеньору Саботеру, все было бы иначе. Ты знаешь, что она никогда не заботила Саботера. И она ничего не могла поделать. Прости, мама, но ты становишься невыносимой. Знаешь, о чем я жалею? О том, что в тот день тебя не было на рынке. Я тоже. Мне нужно как можно скорее купить квартиру. Я устала жить в гостинице. Непременно. Если вы собираетесь остаться здесь, нужно приобрести дом. Я знаю, что ваша компания владелится множества зданий. Если вы поможете мне найти жилье, я буду вам очень признательна. Я помогу вам с большим удовольствием. Я пришлю кого-нибудь, чтобы он показал вам возможные варианты. Лорена, правда превыше всего. Ты должна все рассказать своей маме. Пусть это тебе и неприятно. Да я пыталась. Я собиралась. Но в последний момент мне не хватало духа. Луиса, мне очень стыдно. Да ради Бога, чего ты стыдишься? Этот тварь, этот ублюдок изнасиловал тебя. Ты не виновата. сегодня он снова сделал это. Луиса, я поклялась. Я обещала себе, что больше этого не допущу. Но в итоге уступила, потому что боюсь. Лорена, ты должна пойти в полицию. Беда в том, что мама мне не поверит. Луиса, если я это сделаю, она подумает, что я это выдумала, чтобы избавиться от него. Все равно ты должна пойти на риск. Так продолжаться не может. Для начала сделаем вот что. Ты переедешь жить ко мне. Я не позволю этой скотине даже пальцем к тебе прикоснуться. Не позволю. Договорились? Я не хочу быть ничьей подружкой. Бетти, в этом году я отдыхаю. Я только оправилась от долгих отношений с Алваро. Не хочу вновь пережить нечто подобное. Думаю, я буду долго копить силы, прежде чем у меня появится парень. Да, как же. Похоже, ты немного отстаешь. Бетти, разве мужчины тебя не привлекают? Андреа, ты такая чудная. Дело не в этом. Просто все мужчины, которых я знала, кажутся мне какими-то... глупыми, что ли. Да ты чересчур требовательная. Нет, Андреа, это не так. Вообще-то, мне очень нравится один из моих учителей. Андреа, когда я вижу его, то просто замираю. Нет! Андреа не вздумана надо мной смеяться и не рассказывая об этом ни Луисе, ни Лорене. Ну, хорошо, хорошо, Андреа, ты бы его видела. Он такой интересный, воспитанный, образованный, и еще он такой красавчик. у Антонио, то есть Фернандо, не все в порядке с головой. То, что он сделал с нами, особенно с тобой, это ужасно. Да, он не только избил и изнасиловал меня, он виновен в пожаре на рынке, где погибло много народу. Мои лучшие подруги, люди, которых я любила. Это не так просто забыть. Но я не понимаю, как тебе удалось развестись с ним. Алберто аннулировал мой брак. Я должна разрешить эту ситуацию. Луся, я не хочу быть замужем за тем, кого даже не существует. Когда мы с Натей приехали сюда, и я узнала о том, что с тобой произошло, я не осмелилась что-то предпринимать. Я до сих пор по ночам вижу его лицо и в ужасе просыпаюсь. Я живу в постоянном страхе. Не волнуйся, Марта. Кто должен бояться и жить в страхе, так это Фернандо. 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 С тех пор, как появилась эта кухарка, он места себе не находит. Мне жаль, Моника, но что я могу сделать? Ты его лучший друг и должен мне помочь. Ты должен заставить его понять, что он не добьется ее расположения, что без меня он никто. Моника, ты много ему помогала, но молния самодостаточен. Он останется тем же футболистом. Уверяю тебя, не останется. Если ты решишь ему отомстить, навредишь и себе тоже. Хилберта, хватит. Не читай мне нотации, я знаю, что делаю. Адриан, я не читаю нотации, просто выслушай меня. Ты не должен вмешиваться в дела своего деда и матери. Ты должен понять свою маму. Слушай, Хилл, пусть она и моя мать, но она лицемерна и корыстолюбива. Ты бы видел, как она разыгрывала из себя влюбленную перед этим больным стариком своим мужем. Сосмеху можно умереть. Ну, хватит, не будем больше говорить о них. Кстати, ты сделал мое домашнее задание? Допивай, мы уже опаздываем. Так сделал или нет? Да, да, идем. Не понимаю, почему нельзя жить так, как раньше? Чава, сынок, люди меняются. Я хочу одного, чтобы меня оставили в покое. Мне нравится сидеть дома и смотреть сериалы. Обещаю, я вернусь с занятий и все уберу. Пусть дом хоть развалится, мне все равно. Что ты смотришь? Я позавтракаю в колледже, потому что здесь есть нечего. Папа... Подумаешь, почему бы там и не пообедать, и не поужинать заодно? Я подумал, будет лучше, если мы встретимся здесь. Мне неловко так часто наведываться в дом Альберта. Что такого важного ты хотел мне сказать? Вчера мой дядя Нестор сказал мне нечто, что меня обеспокоило. Он хочет вернуть тебя, Мерседес. Он готов жениться на тебе. Прости, конечно, но Нестор сошел с ума. Ты примешь его предложение руки и сердца? Что за вопросы, Улалио? Как ты можешь думать, что я вступлю в какие-то отношения с этим негодяем? Я вообще не понимаю, как я могла влюбиться в него. Ты уверена? А почему ты сомневаешься? Андреа! Постой, ты спешишь? Да. Занятия начинаются через 15 минут. Подожди. Мы можем поговорить минут 10. Смотри. Я принес твои любимые конфеты. Спасибо. Что это с тобой? Похоже, ты специально разыскал меня. Андреа, не понимаю, почему мы не можем вновь стать друзьями? Это вряд ли получится. Неужели я нисколько тебе не нравлюсь? Что случилось, Андреа? Ясно. Ты с кем-то встречаешься? Нет. У меня никого нет. Я рассталась с парнем несколько месяцев назад. Выходит, с этим парнем ты наставляла мне рога? Да ты забавный. Андреа. Андреа, ты по-прежнему не безразлична мне. Ты всегда была моей принцессой. Может, попытаемся еще раз? Благодарю вас, сеньор Саботер. Я больше не отниму у вас время. Мое время в вашем распоряжении. Вы не забыли, что должны поужинать со мной? Я думал, это шутка. За кого вы меня принимаете? Поужинаем, когда вам удобно. Прекрасно. Как насчет восьми часов вечера? Идеально. Я буду ждать. До вечера? Надо же. Роберто самый замечательный мужчина на свете. Ты не представляешь. Вчера я видела его на совещании. Он хороший человек. Очень за тебя рада, Марта. Ты заслуживаешь счастья. Спасибо, Лусия. Недавно мы начали встречаться. Но я не очень опытна в этих вопросах. Не знаю, что он нашел во мне. Он мог выбрать женщину с менее сложной судьбой. Нет, не говори так. А как твоя дочь? Это моя головная боль. С каждым днем она все непослушнее. Сейчас у нее переходный возраст. И годы, прожитые с Антонио, начинают сказываться. А как твой сын? Хорошо, со вчерашнего вечера он живет со мной. Я рада. Поздравляю. Материнская любовь сильнее той лжи, которую наговорили ему его отец и дед. Все не совсем так. Но мне намного спокойнее, когда он рядом. Пока. Все, с меня хватит, Хулио. Моника привыкла манипулировать людьми, но со мной это больше не пройдет. Она разозлилась. Мне все равно. Скажу Саботеру, что ухожу от его дочери. Он тебя убьет. Не думаю. Он до сих пор меня не выносит. Он не будет возражать против моего ухода. Но Моника не успокоится. Она будет требовать от отца Хулио. Этот человек никого не любит. Даже собственную дочь. Нестор Саботер в отчаянии. Он знает, что проиграл. Он все это замышляет, чтобы избежать неизбежного. Да, вероятно. Вчера, когда он сообщил о своих намерениях, я почувствовал, как во мне вспыхнула ужасная ревность. Не начинай снова этот разговор. Прошу тебя и Улалию. Мы уже это обсудили. Найди девушку своего возраста, которая даст тебе все, что ты хочешь. А я не могу. Мерседес, впервые в жизни я знаю, что мне нужно. Мне нужна ты. Поверь мне. Андреа, мы могли бы попробовать еще раз. Устроим пару свиданий. Вдруг что-то получится. Ничего не выйдет. Почему? Потому что исчезла магия чувств, Адриан. Магия еще существует. Вчера, когда я увидел тебя после столь долгой разлуки, я почувствовал, как забилось мое сердце. А ты ничего не почувствовала? Что? Ты мне ничего не скажешь? Почувствовал. Вот видишь, Андреа, магия существует. Может быть, встретимся после занятий? Не знаю, Адриан. У нас с подругами были планы. Мы идем в бар, одна из моих подруг начинает там работать. Отлично. Это прекрасный план, Андреа. Я возьму с собой друзей. Хилберта и Сальвадора, уверен, они тебе понравятся. Ну как? Договорились? Я иду на занятия. Пока. Ты успокоилась, Лори. Хочешь, поедем домой, и ты немного отдохнешь. Не знаю, не знаю. Почему ты делаешь это для меня? А для чего еще нужны подруги, чтобы помогать? Спасибо. Обещаешь больше не плакать? Да, Марта мне все рассказала. Она очень вам благодарна, сеньора. Одну минутку. Не называй меня сеньорой. Я хочу, чтобы мы доверяли друг другу. Марта моя подруга. Теперь и ты мой друг. Хорошо. Теперь нужно сосредоточиться на пляжном проекте. Да, я уже кое-что подготовил. Что ж, я пойду. Лусье, но прежде мне бы хотелось кое-что тебе сказать. Мы мало знакомы, но несколько лет назад у нас было нечто общее. Это совпадение. Лаура. Лаура работала у тебя в кафе. До этого она много лет проработала у меня в доме. И я любил ее. А еще твой сын, Адриан, встречался с моей дочерью, Андреа. Привет, Марта. Значит, это правда, что ты работаешь здесь. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Централ Партнершип.